приветствую вас в мэнар лордс что ж на сей раз у меня будет некоторый план и я постараюсь его придерживаться такс деталей очень много я потратил время пропустил через себя огромный поток информации в дискорде пообщавшись официальном и в общем какие-то советы и фишки я буду озвучивать для каких-то я сделаю отдельное видео я ничего не буду менять в сложности потому что в игре есть некоторые баги я не хочу искушать судьбу чтобы то есть сохранение в демо-версии нету я не хочу чтобы из-за этого у меня что-нибудь зруинилась закрашивать больше шансов поэтому сначала на сей раз попробуем просто ничего не меняя пройти на обычном уровне сложности демо версию если получится тогда уже может быть как-то поизвращаемся вот с этими настройками что-нибудь такое эдакое выкрутим потом не загадывая я сделаю какой-нибудь видео гайд что же на сей раз мне больше повезло с начальным регионом то есть мне выпали и животные и ягоды и металл но правда регион что-то какой-то какой-то мелкий у меня получился что-то совсем какой-то слушайте совсем мелкий ну ладно посмотрим так здесь рядом с животными я строю охотничью хижину рядом с ягодами я строю хижину собирателей что-то кстати они ой а чё их можно случайно уничтожить тогда надо быть осторожным быть осторожным очень размещение строения так как же тут тогда сделать то чтобы ничего не так ну вроде вот так вот мы ничего не уничтожаем я боюсь а то еще и не хватало вот так вот вроде бы нормально так отлично так вот так можно смотреть смотреть почву собственно где какие воды грунтовые где лучше плодородия и всякое такое ладно значит колодец должен быть недалеко от поселения значит где-то у нас будут вот здесь вот дома посередине рынок наверное вот где-то вот здесь как раз дети деревья на нас несём потому что нужен доступ у всех поселенцев чтобы был к marketplace они оттуда будут быстрее забирать всякие вещи так добычу древесины я наверное построил вот здесь сразу же близ существующей дороге так и мне даже на все вроде бы хватает дерево потому что изначально там у меня есть некоторые его количество ладно но прошлый раз я прогорел из-за того что меня не было дров поэтому начнем тоже наламывать дрова так сказать сразу и наверное можно и высаживать а нет высаживать кошерновато ладно пока не будем а тут слишком я уже много всего понастроил перелетные птицы у меня тут ладно мотаем время так одного охотника я назначаю так в честь спонсоров канала я назвал вот один у меня уже охотником стал трое других тоже получили свои имена поселенцев в честь них назвал если хотите стать спонсором канала можете сделать это на ю тубе все ссылки в описании если на ю тубе не можете есть ссылка на бусте для тех у кого российские карты так это они у нас строят хижину собирателя два типа пищи будет мне писали в дискорде что вот прошлый раз мне просто очень не повезло с еще со стартовой карты может быть потом конечно спустя какое-то время научиться люди играете и выжимать еще больше эффективности из той карты что была и у меня но на данный момент как бы никто такой информации и навыками не владеет поэтому исходим из того что есть сейчас вот и пока что нет никаких схем застроек как в фарест фронтир например вот кварталов этом единственный кто нашел схему застройки имбовую так что какие-то все равно ошибки будут но какой-то базис как мне кажется я ну понял вот посмотрим сейчас как это все теперь будет на практике выглядеть красивенько так они все это строят древесина которая в самом начале у меня была тоже очень пригождается 3 осталось у меня свободных рабочих кстати я не понимал механику в первый раз когда пытался вот по привлечению новых меня ну по привлечению новых рабочих меня сбили эти семьи с женщинами вот пока непонятно вообще дети вырастают или нет в демо версии возможно нет потому что хранение здесь опять же нету нужно долго ждать много месяцев вот может и вырастаетесь каким-то образом вы продержитесь если у вас еще ничего не заглючит не крашенцы и так далее так сразу же назначаю сюда одного рабочего так одного или двух ладно пусть будет вот так вот пока нет пусть будет двое так хранилище пищи но у меня вот видите и там пищи и тут я не знаю либо рядом вот здесь вот построить нескольких а нет там же люди требуются люди здесь может потом у меня кстати не будет дефицит людей не знаю в общем ладно одно хранилище здесь построю ну и так но второе покорецов не хватает так теперь и второе хранилище метод уместилась отлично так наверное я все-таки построю вот такие вот какие никакие хотя бы дороги вот сюда на основную дорогу не знаю это что-то мне даст или нет но пусть будет наверное имеет смысл и вот здесь какие-то тоже дорожки построить потому что все таки мало ли тоже им доработки проходить так приятнее будет наверное сюда отсюда сюда пока здесь есть уже да вроде есть так ну вроде все устроил здесь пока не буду потому здесь жилой квартала я планирую эти вот интересно он ягоды собирает сборщик но самая такая безопасная приятная работа там еще половину ягод сожри от пузо так сказать хорошо устроился ничего не скажешь матча с пендрагон так это для рубки деревьев на дрова тоже мы построили сейчас пускай склады построим чтобы задание сменилось и перейдем постройки жилого квартала вот там сейчас будет очень интересная баба бабам поскорей бы так квест выполнен то вводная так сказать в поселение сейчас будет дан еще следующий квест так на большинство рабочих мест у нас здесь хотя вот туда кэшка будто не повезет долго ходить на посмотрим может там еще чуть-чуть построим в общем а колодец здесь и от колодца уже исходя вот здесь где-то поселение сейчас начнем втыкать вот эти знаки плюс очень важны это как бы дополнительное дополнительное место как раз для расширения чтобы там овощи выращивать и так далее поэтому только единственное мы дома по пробуем все таки более по феншую так сказать воткнуть не слишком большими потому что слишком большими тоже смысла нету но как бы не слишком маленькими не слишком большими оптимальными вот здесь два домика пусть у нас будут отлично у нас пока что все получается вот здесь еще сша или все-таки между этими двумя домиками уже лучше дорогу вот туда выткнуть как раз посередине да наверное лучше здесь даже не знаю слушай я люблю дороги вообще строить ну давай пусть здесь будет дорога на всякий случай вот так вот будем да еще два домика супер и пока что рез и закончились хорошо 4 дома запланировали так сразу два домика вот здесь вот на самом удаленном уголке тоже запланирую это уже больше будет на одного поселенца по идее у меня но это не точно на 1 пардон именно рабочего поселиться потому что то какой-то баг что вот эти жены которые приходят они в общем-то мало функции выполняют то есть они что-то там могут перенести могут улучшать дома но чтобы до этого дойти нужно больше рабочих и так далее и тому подобное в общем поэтому да поэтому основной источник вот этого прироста основной именно рабочей силой которую ты можешь куда-то назначать это строительство домов как я понял но сейчас посмотрим на практике так ли это надо мне поскорее бы рабочую силу увеличивать чтобы назначить чувака который будет дрова запасать на зиму потому что я боюсь сразу еще один колодец я построен но вот здесь вот потому что чтобы далеко не ходить хотя бы за водой так все повышен уровень поселения и мы пришли к тому заданию которое собственно мы в прошлый раз практически выполнили но за исключением улучшения уровня самих домов ладно нам вот главное сейчас посмотреть у меня всего получается 5 рабочих которых я могу туда или сюда назначать вот сейчас мне интересно когда шестой дом будет закончен появится ли именно следующий рабочий так пока что пять но может быть нужно дать время не знаю давайте давайте подождем так marketplace я попробую вообще для начала какой-нибудь самый простецкий построить я хочу просто посмотреть во первых на него это влезет по иди кстати должно влезть и еще и даже даже вот этот вот такой небольшой там еще останется дофига так что даже его на на можно и под сократить в общем-то все постараюсь что чтобы без за так сказать необходимости не плодить слишком большие какие-то пространство не поймешь зачем блин конечно он тут криво встает ну да ладно попробуем да 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 появился рабочий появился еще один рабочий отлично значит прежде всего я назначаю чувака вот сюда на заготовку дров потому что я боюсь и у меня мало основной древесины тоже одного суда одного оставлю строителям так буду копить теперь древесину на постройку еще большего количества жилых домов потому что на мой взгляд мне это приоритетнее чем даже эти вот квесты выполнить тем более что одобрение пока что на уровне 48 отлично вот на эти склады я сам не понимаю то есть они туда смотри они привозят даже без назначенных людей туда какие-то вещи складируют то есть смысл тогда мне туда тратить человека целого целого рабочего на каждый склад может быть он будет какой-то функционал выполнять не совсем я понимаю то есть они все равно туда могут уже складывать даже без людей вообще можно значит до двух человек что они там будут делать просто сидеть штаны просиживать так готов еще два дома построить и соответственно начинаю строить еще два дома вот здесь вот построю не знаю насколько хорошая идея но время покажет кстати я у одного дома у меня есть уже смотри-ка один инструмент я могу уже одного дома построить чтобы овощи выращивал правда зимой это не работает или все-таки мне один инструмент потом может пригодиться на что-то ладно давайте пока не будем тратить немножко не понимаю почему то один строит то куча сразу всех строит пока непонятно может быть не знаю теряюсь в догадках так еще есть один человек это будет 7 рабочих отлично так и да это сезонный ресурс так что я одного рабочего сюда назначу чтобы они собирали быстрее еще на сбор так сказать также я начинаю вот эти вот строить по квестам чтобы у моих работяг все было шо они хотят да только вот что-то она не хочет втыкаться зараза как-то ее бы надо бы расширить немножечко этот marketplace отлично надеюсь они тут соединяются эти блин хочу хрен соединить зараза на всякий случай эти уничтожу заново пересоздам я просто я просто хочу как бы по фэншую совсем но если игра как бы против того чтобы совсем по фэншую ладно колодец тоже здесь воткнул меня много где колодцы есть все вот теперь у меня точно должно все суда уместиться супер так строят эти фуд стол firewood стол cloth install правда одежду я пока не могу производить но не суть главное так сказать возможность выбора отлично так здесь же строю еще два дома или все-таки лучше жилой квартал вот здесь вот строить вот в чем вопрос а здесь тогда производственные цепочки хотел бы я знать вопросы фродо вопросы требуют ответов ладно немножко блин как какие же они требовательные от какая-то жуть вообще на дорогу отсюда завершить вот так вот и уже вдоль дороги четко строить наверное нам так 8 древесины надо и тут и тогда сразу четыре дома смогу захерачить это будет отлично тогда 8 древесины коплю меня пока только 4 так ночью момент истины так нет немножко не туда вот так вот немножко еще побольше им а я тут это дорогу они перегораживают заразы но сейчас попробуем ухты ладно почти почти идеально блин пожалуйста разместись дорога так по моему по моему вообще супер 4 дома сейчас будет готова это еще четыре рабочих минимум winter is coming октябрь так я боюсь так что назначаю второго на обогрев блин неужели нужно придется троих придется троих походу на обогрев назначить или как она пусть трое здесь будут так двое на древесину неужели все таки на склад одного нужно обязательно назначать но пусть на один на складу будут господи мало ли и один тогда уж на еде 7 я понимаю нафиг они тут нужны но у меня 10 рабочих сейчас будет еще двое так что будет нормас так чё у меня по запасам почему почему типа бревен мало давайте-ка работаете быстро вор коре а во двое рабочих походу сейчас освободиться все типа закончились эти ягоды да значит точно одного на охоту надо назначить суши а может быть и может быть мне надо даже еще одного охотника потому что этого наверно мало конечно уж и вот же тут еще блин как его зараза не менее короче сейчас еще 1 вот кого охотника так одобрение 49 до зимой конечно будет тяжко ладно надеюсь они что-нибудь придумают у меня вроде работают все короче тут же не обязательно назначать вот вот он дрова рубит тут же не обязательно назначать этих территорию ограниченную то есть видите по умолчанию территории нет они вообще где куда угодно могут ходить все чего угодно рубить я думаю это нормальная практика можно еще метод этого лесника чтобы он высаживал деревья по моему тоже полезная штука штукенция нет пусть высаживает как следует тут куда бы его только примастить вот прямо сюда что ли как в литой еще немножко не понимаю зачем тут можно назначать чувака который будет вот здесь вот на рынке типа сидеть зачем в чем прикол то ну давайте назначим посмотрим вообще чего он будет делать мне вот смогу самому любопытно типа развозить дрова или что наверное вот этот вот этот же функционал будет делать вархаус волка он типа транспортирует а этот идет внутрь не знаю посмотрим так как раз у меня двое свободных я их назначаю вот сюда вот охотиться охотниками так рабочими окажись закончились так что надо сейчас тоже скоро переходить к новым домам уже все равно мало у меня горючего чтобы было ему пусто хотел сказать так ну типа склад ну кажись о горючего много на 11 месяцев я не знаю как так получилось но спасибо на этом так ладно копим тогда древесину сейчас еще жилой квартал здесь будем строить надеюсь эту зиму мы переживем хотя еды всего лишь на три месяца но то есть горючим все нормас теперь мы выправили а не хватает этого лесника кстати ну ладно сейчас мои дома новые построим так только бы блин они пережили зиму падла кстати апгрейд ты дома я пока что не могу ну ничего хотя у меня должно быть два типа пищи слушают это странно уже ну ладно типа вода есть еда есть эти вот желтые кружки здесь говорят странно зеленый это наверно типа что еще требуется я одежда развлечения короче понятно тут еще расширить это место на рынке потому что видите оказывается она помещает совсем не так много как все думали вот ладно думаю этого хватит наверное знаете это для чего нужен тут один чувак он будет персонально доставать доставлять вот сюда вот мне кажется это слишком жирно на дрова шуб персонально человека выделять лучше на складе пусть он то есть всюду работает это более универсально то есть везде где нужно дерево дрова еще что-то в том числе он будет работать иначе это слишком жирно вот так еще четыре дома супер строю прям здесь а одного на лесника хотел назначить вот и назначил пусть высаживает деревья я правда не знаю где он собирается их высаживать но где-нибудь пусть а подожди вот наверное леснику как раз имеет смысл дать задание где-то в конкретной области их высаживать я не знаю тут он может их бесконечно высадить пусть вот здесь вот высаживает так дров у меня надолго хватит наломал я дров в хорошем смысле одного дровосека я с них с это с кабаневу и наверное назначу вот сюда нам добычу древесины потому что древесины как раз что-то уже не хватает да и еды впрочем я бы на поле захерачил потому что она все равно как раз это когда там лето блин январь по февраль сейчас к февралю как раз эту дома строю надо будет сюда вот на ягоды еще чуваков назначить так у меня тут что-то типа от погоды пострадала надеюсь они сами это ремонтируют кстати одобрение 52 процента типа вариации еды на маркетплейсе а кстати интересно какая а почему там вариации а наверное ягоды то что до сих пор да 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 у меня 67 ягод до сих пор это круто вот что значит трудись летом чтобы отдыхать зимой население 41 рула слушай они зимой вообще что ли работать перестают потому что у меня зимой никто дерево не рубит вот прикол вот прикол то поход для фермы нужен единственный молоточек который у меня там есть так что на его приберегу либо вообще мне вот здесь вот построить эту металлическую шахту тоже как вариант но опять же ресурс нет они реально не фармят ничего зимой ну ладно скоро на февраль имеет смысл вот этих вот двух которыми есть заранее назначить вот сюда вот на сбор пища нифигасе у меня тут три вариации пищи почему не могу апнуть типа одежды нету развлечений верой вот этого что ли за этого все февраль начинается заранее суда четверых назначил на сбор ягод суши и не так уж и много у меня населения придется еще строить эти жилые дома вот теперь что там ягоды ягоды еще не начали свести а чё у меня проблема проблема с едой так что да надо сейчас о еде как следует позаботиться у меня тут максимум везде людей назначено но видите этого этого недостаточно так ладно так ну еще четыре дома начинаем строить так я буду мр выращивать чтобы сделать хлеб вот здесь вот лучше всего он выращивается значит наверно ферму где-то вот здесь вот надо будет сделать и вот здесь вот поля попробуем также я переназначаю рабочих это нужно на то чтобы ближайшие как бы по проживанию ближайшие работали на местах они откуда-то брались кто далеко живет не знаю понятно я объяснил или нет но у меня все равно 54 процента одобрения о зацвела зацвела смотри-ка начали у меня тут фармить фармилы давайте-ка и конечно не эксперт но чё-то чё-то они у меня с бревнами тупят то ли как раз извозчиков не хватает на все это дело не знаю назначил я по одному извозчику на жрачку и по одному на вот эту вот сбор всякой там древесины и прочего что-то они блин у меня тут уже время идет какого лешего а ну-ка быстро кстати смотри ягоды все собирают подчистую то есть четверо людей это может слишком даже много я не знаю потому что или это прям тютелька в тютельку чтобы все выформить вот чем вопрос так все строим ферму до болен вот вот здесь вот она должна быть побольше и чё значит фирму блин не хочу и сюда ферму хочу сюда развернуть и разверните и скоты не хотят разворачивать ты посмотри ну хотя бы сюда на дорогу на хотя бы сюда сюда нельзя как-то лара нормас я не знаю как у какой площади мне делать эту хрень а кто знает признавайтесь никто не знает блин тут наверно а я не знаю ну ну вот все супер посмотрим теперь как они запоют блин а сколько туда надо людей вообще назначить чтобы все это работало еще у меня ощущение едут разорюсь на этом шуме людей просто не хватит у меня и так тут уже с едой проблемы блин так ну-ка сколько тут ну хотя кого-нибудь откуда-нибудь переключу хотя уже на 7 месяцев у меня только хватит дровишек что тоже само по себе такое поле то у меня большое нужно еще будет мельницу построить что-то есть в мельницу кого-то блин там муку делать а потом из муки делать только хлеб в конечном счете то есть там процесс то долгий извини меня не быстрый пока это все меня кормить начнет одобрение 55 процентов но запас есть но я боюсь что ох ты еды у меня на один месяц только хватит а может реально охотников еще сюда хижину воткнуть как думаете я вот не знаю не знаю я давайте заканчивайте строить блин сейчас будете зерно у меня жрать уже скоро такими темпами и посмотри какие падлы эти бревна нормально так вы форме ли приоритет засева высокий высокий низкий что это значит так как бы то ни было сюда конечно же назначаю рабочих наверное нужно вот отсюда некоторых убрать и назначить я не знаю слушай честно вот эти чуть тут плохо работаю так одного я заберу отсюда реально назначу вот сюда вот пока что пока что вот так так нужно мне четыре этих были не хватает для мельницы вот зараза чтоб тебя так ладно сначала мельницу так наконец мельница кудесница давай ее сразу тоже суда за хрена чем так и следующий уже хлеб давайте-ка быстрее ребята с ягодами что-то непонятное творится короче я отсюда еще чуваков снимаю и назначаю их на поля потому что ну что то они нет они не появляются ягоды и все так вот как строится мельница отлично так и сюда тоже надо кого-то назначать ну скорее всего да давай 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 быстрее у меня еда заканчивается умоляю вам нужно вырастить хлеб каким-то образом за этот год я не крышу вы все начали дохнуть у меня одобрение 56 процентов впервые в жизни кто-то одобряет меня больше чем наполовину давайте 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 как она еще долго строится это капец ну вы чё ребята это капец еще древесину очень плохо фармить стали прям какое-то западло а у меня уже июнь разгар лета вы уже должны хлеб это уже пожинать собирать хлеб должны сет воркинг арея вам чё надо обязательно вот так вот делать или что я не понимаю почему они не фармят только не говорит что не только сейчас пойдут работать а до этого не работали так мельница мельница готова да сюда тоже чел нужен так тогда одного я сразу на мельницу поставлю о заработал отлично так на хлеб у меня не хватает пока этого где эти фермеры чертовая где вы почему вы нихера ничего не делаете а мне надо выбрать что ли капец так давай мр я выбрал мр я вас умоляю идите работать кто-нибудь кто-нибудь сделайте что-нибудь игнорировать типа период засева и принудительно начинать сейчас засеивать а почему не могу я вас умоляю засеиваете кто не о о пошло дело пошло у так и сразу на хлеб давай тоже сюда так отлично пошло пошло дело нормас блин я даже домов у меня есть древесина не могу больше домов построить больше если построить больше домов они с голоду у меня начнут дохнуть так я понимаю так ягоды все да так ладно сдергиваем тогда отсюда еще одного так я не знаю наверное тогда даже двух сдерну с так скольких же падал мне сюда назначить вот столько я почти максимум людей сюда назначил а я максимум назначил я просто 1 потом переназначу вот сюда на то чтобы он хлеб делал очень долго ну поле конечно огромное понятно что людей поэтому не хватает неужели его им обязательно мне кажется я что-то сделал неправильно да наверное типа слишком большое поле слишком долго они его окучивают из-за этого ну производственный процесс поломан и у меня закончилась пища охеренно так 1 тогда с пищей я снимаю назначаю вот сюда вот на хлеб хотя кому это поможет блин животных и так мало зараза чем не еще одну охотничью хижину построить я боюсь что нарушу цикл у терять тут уже нечего ладно еще одну охотничью хижину построил а то они честно загнуться зато поле смотри поле почти обработали почти это еще они видимо не засеяли как я понимаю да вы чё чё а вот сейчас они засеивают на вова вот сейчас они засеивают отлично так а если я уберу эту вот кнопочку типа принудительная блин я боюсь сейчас что-то трогать а вот это прогресс спахивания сейчас прогресс засеиваю ну-ка я уберу ее вроде они продолжают не может быть все и совпало фуфу нормально нормально так чем не убрать туда двоих сюда назначить на охоту потому что у меня с голоду боющийся начнут дохнуть посмотрим популяция была 20 животных может этого достаточно для трех этих охотничьих хижин то посмотрим ну вот засеивают я не знаю конечно очень слишком большое поле но потом увеличу численность посмотрим сколько здесь чего будет как она все быстро зреть будет не зреть что это это они делают ревизоры что ли с косами с какими-то или что это тяпки это тяпки у меня четыре типа пищи короче ну на самом деле по факту все не так хорошо ягоды вообще один раз собрал и все блин раз в год бонус офигеть у меня еды конечно совсем малехонько там один заработался фанат фермерства кунрад она сейчас период роста 6 процентов 7 процентов слышали август так медленно мы до зимы то успеем офигеть наверное знаете еще к чему типа надо типа можно людей оттуда переназначать то есть они засеяли выполнили час период роста они все на бездельничают их можно там куда-то еще перекинуть вот наверно в идеале так но я пока что без без этого обхожусь я этого не хотел но придется еще один охотничий лагерь построить потому что да как одного рабочего я снял все-таки с фермеров назначил на охоту вот сюда не знаю посмотрим если миша синий передохнут в сентябрь уже блин только-только проглядывать начала вот это вот из чего хлеба не буду а уже сентябрь как они 18 процентов я я не знаю даже слушай с декабря вот это не успею я наверное собрать урожай а нет что-то они начали собирать слушай что-то они начали они видимо конечно не успеют все что хотели но хотя бы что-то хотя бы что-то они соберут я не знаю насколько это у меня там уже голод вовсю блин давайте тащите все куда там ой малехонько ой как малехонько хреновенько мало совсем наверное даже вообще ни на что не хватит ну ладно посмотрим они сушь смотри зерно ну так я не знаю сколько этого хватит посмотрим сейчас о и в мельницу начали загружать и мука потихонечку начала производиться тут и хлеб на подхвате давай 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 спасите 15 муки блин я боюсь как бы они час у меня все тут не передохли что же голодомор у меня так а он что-то сделал хлеб сделал да нахрен мне это мука хлеб делай ух ты ёпта смотри первая жертва голодомора двое уже сдохли болин на мельнице этого нету придется отсюда одного спихнуть ой а то и еще ой там у меня дохнут голодоморы вот только двое теперь смогут у меня здесь работать на полях капец люди прям падают блин замертво ну чё я могу сказать с едой проблемы ох зато хлеб испекли первый хлеб можете меня поздравить и тут еще не знаю сколько они еще могут хлеба испечь но наверное не так много зерно на хрен это зерно дайте хлеб так короче я в срочном порядке всех аннулирую с всех вторичных производств ставлю куда мне их поставить на производство хлеба или но муки у меня достаточно как мне кажется хрен его знает даже куда их ставить мне кажется на хлеб нужно но может быть я ошибаюсь это баг что ли у меня потому что охотники бездействуют написано он охотится по факту что-то мне кажется он не охотится 10 единиц хлеба еда употреблена давайте блин 10 единиц опять 10 единиц хлеба вон у меня уже там есть запасы давайте хлеб лепите блин быстрее какого лешего нифига себе 40 единиц хлеба испекли давайте пеките быстро почему до сих пор проблема с едой написано уже нету проблемы с едой давайте ребята блин вы чё о 16 человек кажись один этот рабочий прибыл давай 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 а а а получается смотри один месяц еды на один месяц целый фух 40 единиц хлеба давай 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 быстрее потом опять снова на ферму ой надо еще одного суда на ягоды на всякий случай назначил 17 человек уже давай 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 оживай оживай значит на мельницу можно поменьше людей назначать на хлеб надо побольше но не факт что я еще конечно зиму переживу потому что это всего лишь 40 единиц хлеба а чё нужно для изготовления хлеба только мука так здесь у них и зерно еще собирается я могу на будущее потом увеличить эту нам пока не буду он трое у меня этих рабочих на будущее можно сразу их на эту за хреначить ух ты читала лагать пошло сейчас еще бы были не крашнулась капец дайте мне передохнуть наверное нужно на паузу поставить до скорость слишком большая так ладно 1 я сразу авансом переведу на ягоды когда начнется как бы сезон сбоя урожая эти тоже должны там заранее будут поля подготавливать поэтому вот сюда так отлично 20 человек у меня и было вот но с едой пока что опасно опасно с едой не знаю чуждать от нее у меня тютелька в тютельку слишком мало кстати по у меня 80 процентов было сейчас это деградирует почва 79 процентов так засеивальщика новых деревьев тоже я пока увольняю мне нужны все люди вот сюда вот на грядках так по хлебу шо шо то они делают не то 16 17 хлеба но пусть пока ладно пусть эти трое пекут хлеб откуда бы мне еще бы людей бы сдернуть ладно с ягоды я все-таки убрал пока что людей потом назначу туши а хлеб до сих пор пекут смотри 39 из 39 38 тут забирать кто-то печет тут забирает кто-то печет и потихонечку тут у меня 22 хлеба на складе но кажись эту зиму мы переживем я надеюсь я забрал всех с производства дров и даже с производства древесины на 25 штук там есть запасе вот всех на поля это у меня людей тут я бы не сказал что прям отлично хватило кажись там надо порядка трех-двух единиц или даже одну единицу муки и они начинают из нее производить хлеб наверное все таки я рискну и построю еще квартал живой налагать начало у кого-то там пишет ну да там еще и тоже люди писали что лагает и всякое такое бывает ладно еще посмотрим раз два три 4 5 5 домов вот здесь ну в принципе неплохо считаю более что хватает этих нормальность как раз к лету 5 это не хватит чтоб тут всех на поля назначить так что надо будет еще и еще и еще но сначала вот здесь вот между я построю дорогу на всякий случай а потом уже да потом уже сколько там неплохо даже здесь на дома хватит еще надо хрена домов я кэш рискую это я порядка десяти домов новых воткнул 5 здесь даже больше раз два три 4 5 6 7 12 12 новых домов посмотрим как моя экономика справится с таким притоком населения но мне нужно и сразу на поля всех запрягу если отличный сбор урожая будет очень проблем не будет потому что вроде они даже вот вот это вот еле-еле у меня там все дохли в процессе и так далее то мы как-то выкарабкались благодаря этому полю она очень сильно сейчас фактически спасло меня от конца игры так я графику поставил на баланс не знаю поможет это от лагов или нет уж не надо конечно скорость игры бы увеличивать ну да ладно эх сейчас как пробегусь лорд этих земель смайка борода блин я дедушка мороз давай 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 работай работать работать вы тут у меня еще налоги не платите давай давай как следует так еще вручную все настройки графики на средние выставил короче смотри мельница перерабатывает зерно в муку зерна у меня еще до хрена муки тоже а уже из муки они делают хлеб вот какая схема возможно ну да на мельницу потом можно еще побольше быстрее все обрабатывать на прежде всего надо на поле конечно хочу поле полностью забить людьми так вот так выглядит графика на минимуме все равно короче есть какие-то лаги так что видимо это какой-то баг в игре такие же лаги вы считая остались ничего не изменилось практически кстати смотри кого у меня какое влияние 665 почти число сутоны так а вот это вот вообще какая-то херня значит горючего на 0 месяцев мне хватит резко встала это как это так а еды на один месяц это какого хера у меня были запасы блин там на 10 месяцев вы чё долбанулись долбанутые что ли совсем чё за бред блин жесть какая-то вообще короче мистика теперь опять горючего резко хватает на 9 месяцев и это куда назначил пару человек вот сюда добывать древесину вообще мистика попробую поровну поставить два человека на мельницу и два человека в пекарню может быть это как бы оптимальная пропускная способность таким образом будет не знаю если вдруг начнется муки намного больше производится да да лучше всех на хлеб на муку внутри к одному такой как с лагами дожил до февраля сейчас потихонечку вроде бы снег отступает так ну чё окажись у меня максимальное количество рабочих на полях хотя написано 12 с 17 но написано у меня максимум то есть это тоже баг наверное очередной муж написано 6 17 могу но по факту меня 12 и все дальше уже даже не щелкается так что 12 максимум так в марте начали опять на поле работать работяге все до сих пор также лагает жестко были метод дровосек болтает вместо того чтобы работать с девками иди работой блин народу метод многовато конечно на полях неплохо надеюсь в этот раз будет еще больше урожая потому что у меня население то еще увеличилось работать работать вот так вот тут вот вот тут спаши немножко вот здесь так это вот сюда это сюда это туда ну на самом деле будем честны меня нереально тормозит вот эти вот лаги то есть я в новая вообще не могу то есть мне приходится вы представляете сколько ждать вот я порождал один месяц это наверное реальных блин полчаса я не знаю но очень долго еще все лагает мне кажется час как будто я ждал то есть вот у меня карта лагает у меня лагает ну то есть тут надо по-хорошему ускорять время чтобы все это работало тем более сохранение нету я даже игру перезапустить не могу то есть так бы я развился бы гораздо быстрее для вас это вроде вжух кажется и всего там минута прошла или пару минут а я тут уже просто охерел пока жду и вот это вот не работает видите то есть графика понижал графику как угодно то есть не в этом дело вообще там разрешение все уже менял ничего не помогает мне сказали что ли срубы прокрастинирует потому что вот этот вол может быть занят я думал сейчас построить еще одного тут сказано что я лимита достиг да уж все кстати мы все зерно обработали впритык даже на мельнице ничего нету так что опасно немножко сейчас будет на возможно полу а потому что у меня занят он бревна транспортирует вот в эти дома блин долбаные он еще и мне этот вол нужен же и при сборе урожая что такое короче забот хватает начали не засеивать это март на наконец где-то марта о ягоды появились еще 2 туда назначаю сезонно посеванных причем прикол лагает я проверил не процессор не видеокарта ничего не загружено даже на десять процентов то есть это чисто в игре какие-то на программном уровне чё-то девяносто три человека населения почти сотни да похоже на то что там лесорубы уже нарубили дров просто они не были доставлены на место потому что вол был занят все последний дом построен так я построю рабочего потому что это долго который будет и шкур делать кожу ну и как я понимаю одежду и все такое наверно вот сюда его воткну 4 древесины нормас вроде 615 мне прогнозирует урожая не знаю но на процент только снизилась урожайность 79 было осталось 78 типа можно иногда тут настроить чтобы они меняли урожай но пока не буду экспериментировать и так стрёмно тут со сжачкой накладки еще на процент снизилась 77 все-таки он постепенно сам почву постепенно деградируют так построил я этого кожевника назначаю одного чувака туда на работу барли тут мне надо выращивать для того чтобы эль делал это видимо бухло так барлей и наверное еще вот здесь вот тоже барлей хрен его знает почему бы нет слушай интересно эти фермеры они же пойдут на другие поля работать или вот на эти уже других надо назначать не знаю ну ладно время покажет я кажется понял вот видите тут теперь вот этих вот еще больше требуется до 20 наверное это поле я конечно построил слишком 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 большим как бы его теперь сократить хрен знает ой блин боюсь это его полностью стирать на на наверное да это потом как я соберу уже урожай буду с ним разбираться то сейчас еще сотру нахрен все я охране туда без еды все вымрут короче нужно не более 20 что вот это вот одна ферма не чтобы тут требовалось не более 12 челов по уходу за всеми этими долбанными полями вот чел несет кожу на обработку да это те же фермеры на этих полях работают короче не больше 12 штук вот на такую хрень либо надо несколько таких ферм строить на них нужны эти молоточки так что пока что только одна мне это поле надо где-то примерно в половину урезать вот так вот как кожевников трех назначил уже 11 кусков кожи сделали а вот собственно и пивоварня как раз отлично короче нужно ждать ход фикса демо версии я не знаю если он вообще будет потому что ну просто это невозможно вот эти лаги я просто я не я не могу я уже несколько часов жду то есть для вас несколько минут я уже несколько часов весь день сижу жду я не знаю на видосе вам видно или нет эти фрезы но это просто не это на обычной скорости повторяю что я менял все настройки спрашивал дискорде никто об этом ничего не знает это не связано там с мощностью компа потому что у меня он точно должен оттянуть и фрезов нету у некоторых у кого намного слабее железо компьютерное то есть это что-то с оптимизацией я не знаю в каком месте но вот как есть вроде бы примерно как выйти на что-то стабильное я разобрался но сами видите не одно так другое игра подкидывает ну будем ждать ход фиксы я не знаю что то еще думать кто в лайк и коммент молодец а видосику конец ну 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 ну